Проблемы употребления, так называемых в народе фунфыриков или шкаликов, существуют в Полевском уже более 10 лет. Раньше спиртосодержащие препараты находились в свободной продаже в городских аптеках. Сейчас, без рецепта врача, по словам специалистов, купить в аптеке подобного рода лекарства нельзя. Однако, есть находчивые предприниматели, которые успешно реализуют такой товар в магазинах. Понятное дело, что спрос рождает предложение, поэтому проблема все-таки носит больше социальный характер. Стоит отметить, что последствия употребления такой продукции могут быть самые серьезные. Страдает система желудочно-кишечного тракта. Как пищевод, так и желудок получают ожоги слизистой. После идет нарушение переваривания, со временем развивается язвенная болезнь желудка или алкогольный гастрит. В процессе переваривания включается поджелудочная железа и печень, которые также страдают от пагубного употребления алкоголя. Приводит к хроническому панкреатиту, сопровождающейся тяжелой клиникой от боли в животе, изжоги, дорвоты и острого нарушения стула. Касаемо печени, человек приобретает неизлечимую болезнь цирроз, которая приводит к летальному исходу за короткий промежуток времени. Принимаются меры и в отношении тех, кто реализует различного вида настойки. С декабря 2016 года была ограничена продажа косметических средств с содержанием этилового спирта более 25%. 10 января уже 2017 года вступил в силу 195-й федеральный закон. У нас предоставляется нам возможность выявлять административные правонарушения, предусмотренные статьей 14.2. Это незаконная продажа товаров, либо иных вещей, свободная реализация которых запрещена, либо ограничена. Сейчас в федеральном законе 195 продажа лосьонов с содержанием этилового спирта более 25% косметических средств, кроме парфюмерии, ограничена. В связи с чем областным Роспотребнадзором и главным управлением МВД Пасарловской области подписан совместный план по проведению мероприятий, по выявлению реализации данной продукции. В Полевском такие совместные мероприятия Роспотребнадзора и отдела полиции уже принесли свои плоды. Было выявлено 5 административных правонарушений. К ответственности привлечено 4 индивидуальных предпринимателя. Если посмотреть на статистику, то в 2016 году от отравления алкоголем в Полевском скончалось 8 человек. В целом ситуация относительно 2015 года следующая. Произошло снижение отравлений алкогольными напитками в сравнении с 2015 годом на 31%. Отравления лекарственными препаратами снизились на 24% по отношению к 2015 году. Выросли отравления от передозировки наркотических препаратов на 40%, товары бытовой химии на 46%, уксусной кислотой на 22%. То есть идет тенденция к снижению в алкоголе и лекарственных препаратах, но в остальных группах отравлений наблюдается рост, рост значительный. Стоит понимать, что статистика в данном случае далеко не отражает истинную картину, которая сложилась в Полевском городском округе. Далеко не всегда причиной смерти становится отравление алкоголем. Чаще отказ каких-либо жизненно важных органов по причине употребления алкоголя. Игорь Соколов, Сергей Чижов. Новости. Твой день.